Отечественные предприниматели не останутся без поддержки. Гарантийный фонд в рамках года развития регионов, цифровизации страны и поддержки детей оказывает содействие по разным направлениям. Для этого акционерное общество использует разные инструменты для поддержки предпринимателей. За четыре месяца с начала года фондам было выдано 600 гарантий на сумму 204 миллиона сомов. На этот год в общем планировалось выдать более 2000 гарантий на сумму более миллиарда сомов. Несмотря на сложившуюся ситуацию в стране, продолжается реализация кластерных проектов в регионах. С подробностями наши корреспонденты. За четыре месяца деятельности активы гарантийного фонда возросли на 102%. Это 1 миллиард 225 миллионов сомов. Об этом сообщил председатель финансово-кредитного учреждения Малик Абакеров. За указанный период было выдано 600 гарантий на сумму в 204 миллиона сомов, что по сравнению с прошлым годом больше на 400%. Мы, выполняя указ президента о развитии регионов, цифровизации и поддержке детей, оказываем содействие по разным направлениям. И в этой связи у нас есть разные инструменты, которые мы поддерживаем предпринимателям. Мы уже выдали около 600 гарантий на сумму 204 миллиона сомов. Это больше, чем прошлый год за четыре месяца на 400%. Правда, по сумме гарантий у нас составляет по сравнению с прошлым годом 91%. Это связано с тем, что влияние коронавируса, то, что предприниматели вынуждены временно сидеть дома. Тем не менее, как отметил Малик Абакеров, деятельность фонда является прибыльной. Чистая прибыль фонда возросла на 186% по сравнению с прошлым годом. Банкам-партнерам было выдано 100 миллионов сомов кредитов под гарантии фонда, что не сильно отличается от результатов прошлого года. Мы знаем, что наши предприниматели нуждаются в помощи. И то, что наше правительство приняло два пакета антикризисных мероприятий, акционерное общество гарантийный фонд также поддерживает. И в этой связи мы уже поддержали путем реструктуризации более 160 предпринимателей на сумму более 165 миллионов сомов. Это говорит о том, что с нашей стороны также идет поддержка. Кроме этого, гарантийным фондом реализуются два кластерных проекта. В начале года указом правительства было поручено четырем кредитно-финансовым учреждениям и в том числе гарантийному фонду активно вовлекаться в работу в реализации кластерных проектов. Так, гарантийный фонд с прошлого года реализует проект Всемирного банка по поддержке молочного кластера в Сыкульской области. И мы поддерживаем женщин-фермеров, которые нуждаются в ресурсах, в выдаче займов. И цель данного проекта – это приобретение коров. И путем продажи молочным комбинатом молока они возвращают этот кредит. Причем кредит это под 0%. В результате данного проекта предприниматели региона поставляют молочные комбинаты от 12 до 15 тонн молока. В связи с успешностью данного проекта правительство страны и Всемирный банк рассматривают возможность его тиражирования в других областях. До конца года планируется найти ресурсы для реализации данного проекта в двух других областях страны. Гарантийный фонд уделяет внимание фермерам-овцеводам. Так, в конце прошлого года и в начале этого года стартовал проект «Интенсивное овцеводство». Благодаря данному проекту фермеры смогут интенсивно выращивать овец и тем самым экспортировать отечественную продукцию. В январе-феврале мы встретились с 550 фермерами и разъяснили смысл данного проекта. Данный проект очень нашел большую поддержку у наших предпринимателей. Как вы знаете, у нас 60-65 населения живет в сельской отрасли, в сельской местности. И практически в каждом семье есть животные. И они воспринимают это хорошо. И мы на сегодняшний день уже объяснили, и фермеры уже хотят получать эти кредиты. Но из-за пандемии коронавируса проект интенсивного овцеводства был приостановлен. Но, тем не менее, гарантийным фондом было разработано методическое пособие по интенсивному животноводству. С ним фермеры смогут ознакомиться уже в скором времени. Кроме этого, продолжается реализация проекта «Один район, одно предприятие». В настоящее время финансово-кредитное учреждение оказало поддержку в создании 48 предприятий. Действительно, потребность предпринимателей в гарантиях составляет предположительно от 40 до 50% от кредита банковской системы. И, значит, учитывая то, что у нас сегодня ситуация с курсом национальной валюты, плюс еще ограничения из-за коронавируса, то требования к залоговому обеспечению, видимо, будет ужесточены, и потребность в гарантиях будет увеличиваться. Поэтому мы, со своей стороны, готовы оказывать дальнейшее содействие нашим предпринимателям. На сегодняшний день Национальный банк страны принял решение об увеличении капитализации гарантийного фонда на 1 миллиард сомов. Эти средства в последующем будут направлены на поддержку предпринимателей.